так и так здравствуйте мои дорогие это я сижу жду когда загрузится кино боюсь что его стерить могут сегодняшний тест фрактализаторов и вот случайно от скуки забрел я на сундук это такой форум скупленный чернофауди который втюхивает лапшу на уши ну и там плащ ярославный почему на этом форуме кстати забанен давно уже года так с 2009 по и вот вопрос значит да вот этот дебильный такой вопрос почему российских не продают магазинах салона кстати когда у меня была фирма когда там продвигал свою продукцию 2009 начале 2010 перебывала куча фирмачей просто невозможно едко не ответить вот на это ну тут они на две страницы начинают учить они начинают учить как продавать людей которые по специальности электронщики которые вот ну это правда фгп авис то есть радиоэлектронный завод 2003 будет ли работал я просто показы ушел с ависта потом меня выперли пусть я двигал именно тему усиления дальневосточной не инженер-конструктор первой категории успешно делал 2004 бушевский аэс ну и вот вкладыш вот где я вот он я да директор вот в конце концов вот просто долбоебы достали да вот трактку наш искал 2011 мое я закажу потому что достали меня налогами вот такие вот дебилы московские продаваны которые просят за то что техника у них оказывается на полке вместо того что продавать они просят то есть трудиться они просят у меня деньги за продажи то есть это я должен их кормить не они заниматься трудом до зарабатывать свою маржу а должен я их кормить ложечку им должен принести ну и плюс всякая критика там по внешний вид там про все вот это вот здесь то есть вот прекрасный корпус от такаши японский начинаются наезды вот он слышно да звенит он ах такие кривые корпуса видите он с дюральки шикарный экранирует все сделан весит немало то есть привести его сейчас я сталкиваюсь с китая что-то заказываешь вот посылку допустим вот к этому 10 дней и нет пустяковая вещь но без нее собрать не могу станок вот а когда я с японии привозил корпуса прекрасные ножки те же японские все нулевое все никто покой дорого ты шубаксов стоит виниловый корректор нос и воротят это корректор с полностью немецкий японский американский комплектующий ничегошеньки китайского вообще нет все фирменное идеально маржа моя была я выпускал виниловые корректоры практически отдел 10 процентов то есть 900 850 долларов обходились детали доставка поездка и я его продавал за 1000 долларов иногда дешевле 950 то есть и московские ублюдки воротили нос что это плохой корректор ну записи стирали вот на этом же форуме то есть там ветка есть там куча стурки вот входной корректор живого звука самый дешманский вариант блин пролетарский за 500 баксов сейчас тогда он был дороже но сейчас их уже сейчас осталось там штуки три у меня валяются тоже самое воротят воротят нос вид им не нравится еще что-то не нравится то есть это вот люди учат как какое должно быть там дизайн не нравится японцы значит берут делают покупают им нравится эти строят из себя ну как бы сказал кто-то целочек таких сами делать нихера не могут москве но они требуют чтоб им кто-то ложкой значит приносил там старался для них не ну странные ребята максимум что они могут они лазерный принтер с трудом освоили свои рисовать на свои эти самые инициалы что что я освоил уже 2009 году бляха буха весь прогресс обезьяний прогресс но они хотят чтобы было вот из отечественных ну давайте я вам сделать дешевле вот нас поставлю прибор отечественные комплектующие хорошие розетки правда из двух розеток одна разваливается всех перебирать приходится зато дешево зато будет на 500 баксов или 300 дешево и сердито будет ну и как вот с такими людьми что-то общаться встроить я не говорю про реальный там путинизм про эту мягко говоря экономику которая просто ты не успел открыться неси плати там то есть я вложил все время в аудио однокомнатную квартиру именно в производство в исследовании она у меня не отбилась ну как бы так прибыли не принесла ровно так сошлось сделал я сотню усилителей плюс-минус кое-как за 10 лет по нулям срослось но остался там запас деталей ну шиши к мой интерес был какой мой личный интерес иметь хороший звук я его имею во всех ипостасях вот сегодня к товарищу ходил лишь на раз грустнул хороший у него колосса но мой усилок круче и не один у меня усилок стоит дом я могу выбирать также как и звенил корректорами там прочее большая проблема найти контент пластинки и так далее ну и при таком подходе что вот сейчас очередная вызовка очередные пенсионеры очередные старпёры будут вдувать что все уже изучено вот фирмы бренды забугорные инженеры все знают наши не знают нихера работать не хотят ну понятно то есть они сами же разрушили этот рынок в москве аудио то есть когда были нормальные выставки можно было там взять билеты или там как-то приехать зайти выставиться когда с тебя не требовали каких-то сумасшедших денег сейчас это вообще нет час семь восемь когда в 2009 году когда мы хотели выставить восемь с половиной тысяч евро место стоило это тогда до кризиса 2009 год ноябрь месяц я сказал ребят ну я не собираюсь вообще платить вы хотите вот выставить вот продукцию ну я говорю реально и и тут же грубо вам мы поставим в это место нам тут же вырубят электричество там найдут как на подлить чтобы у нас просто система не играла потому что она играет его имеет смысл ставить у кого-то отдельный ну вот виктора павлова стояла в красногорске тоже такой продуманный человек был кто приезжал захотел слушать послушал ну и все эти сказки то есть хотите учить людей как надо работать да учите на здоровье ну так и будете сидеть жопа я лучше займусь вот виноделием у вас всех московских идиотов нахер поэтому тут никак наши интересы не пересекаются хотите китайское форфло покупать и подешевле да бога ради хотите напущенными дураками учить инженеров электронщиков от бога которые знают от локатора до цифровых всяких прибамбасов где что и как можно модернизировать да учите нахрен мне с вами дел просто ну а всем людям еще раз говорю кто интересуется реально все это форумы купленные рекламные разводилова это все винегротизм вот у меня сейчас лежит 45 усилителей но я к ним не могу купить корпуса потому что и блоки питания потому что это охрененные деньги корпус 500 баксов бляха и блок питания еще 500 то есть это я должен что 50 тысяч баксов куда-то запиндюрить да с неизвестной отдачей когда больше какие потом послать каким-то московским уродом этот аппарат салона него там раздолбят поломаются жгут будут ковыряться внутри почему он так круто играть мне пришлют сгоревший скажет он сгорел он это токс ребят ну я похож на идиота я у меня странные фильмы но найдет а я не похож поэтому до свидания помаши маме ручкой вот такие вот дела хэнди такая правда